Роман Василевский вновь избран главой Елизовского района. За его переизбрание проголосовали 25 из 26 депутатов на 86-й сессии Думы Елизовского района, которая прошла 3 апреля. Председатель Думы Андрей Шергальдин акцентировал внимание на активном социально-экономическом развитии муниципалитета. Василевский Роман Сергеевич, который уже показал на протяжении многих лет, сколько он здесь работает и не главой, а замом, простым специалистом. И сегодня как глава он отработал эти два года, я считаю, что будем говорить на созидание. Потому что есть люди, которые работают на разрушение, а есть люди, которые работают на созидание. Он все-таки работает на созидание. Обсловия непростые, может быть, как всегда, они непростые, наверное. Тем не менее, у нас сегодня строится жилье, у нас сегодня строится школа, сегодня строятся дороги, освещаются поселки, поселения. И можно сказать, что сегодня, в общем-то, он своей работой справляется. Ну, оценку дадите вы при голосовании, конечно, я так понимаю. Ну, я свое мнение выразил. В свою очередь, министр территориального развития Камчатского края Сергей Лебедев, поздравляя Романа Василевского, подчеркнул, что вновь избранный глава зарекомендовал себя как руководитель, способный проводить масштабные социально-экономические преобразования муниципалитета. Я второй раз уже поздравляю Романа Сергеевича с избранным на столь замечательный пост. Я уверен, что и дальше он будет ввести политику весьма внятную и очень продуманную по социально-экономическому развитию муниципального района. От себя лично, от имени гатора Камчатского края, от имени проекта Камчатского края, поздравляем вас с избранием. Желаем всего самого лучшего. В добрый путь и удачи елицкому району. Напомним, что помимо Романа Василевского, в конкурсе на должность главы рассматривались еще две кандидатуры. Светлана Гальжа, заместитель главы администрации Елизовского района, и Константин Брызгин, заместитель главы администрации Петропавловска. Добавим, что Роман Василевский возглавляет Елизовский район с 4 апреля 2017 года. 3 апреля 2019 его переизбрали еще на два года. Субтитры создавал DimaTorzok